Успешному вхождению города в отопительный сезон спешка вредит. Проблему в Ленинском районе Саратова, где пришлось срочно менять изношенную трубу, тому подтверждение. Эта информация прозвучала на круглом столе, организаторами которого выступил журнал «Телесемь Саратов». Актуальные вопросы в сфере ЖКХ обсудили городские и областные чиновники, представители управляющих компаний. По словам специалистов городской администрации, в этом году вхождение в отопительный сезон в Саратове не прошло гладко. Остывшие батареи, прорыв на теплотрассах. Причина в том, что городу дали слишком мало времени на подключение. Если в прошлые годы давали 18-19 дней, то в этот раз от Саратова потребовали уложиться в срок 15 дней. Перебои в подаче теплоснабжения, да, были. Может быть, это связано в первую очередь с этим, наверное, спешным включением отопления. На самом деле, включение отопления – это довольно-таки технологически сложный процесс. И имеют в городе такие большие источники теплоснабжения, как ТЭС-5, ТЭС-2, Саргресс. Правильно? Здесь торопиться не нужно. Тем не менее, на сегодняшний день Саратовская область на 100% подключена к отоплению. Тепло есть во всех жилых домах и на объектах социальной сферы. Исключение составляют единичные адреса, на которых ведутся ремонтные работы. Несмотря на плачевное состояние труб и узлов тепломагистралей в регионе, чиновники дают вполне оптимистичный прогноз. В состоянии коммуникации никому не секрет, что износ порядка 70%. Будь то объекты водоснабжения и водоотведения, будь то объекты теплоснабжения, ничего нового я тут сказать не могу. Все под контролем. Мероприятия касаемо привлечения инвестиций, для того, чтобы объекты коммунальной инфраструктуры были менее изношены, такие мероприятия тоже ведутся и по муниципальным образованию города Саратов и в целом по области. Министерство сообщает, что на территории Саратовской области будет создано более 300 мобильных бригад на случай аварий на тепломагистралях.